Крымский коллектив Конечно, интересно сыграть со всеми, но больше всего интересно сыграть с африканскими командами, потому что такой опыт, возможно, дается впервые и хочется себя проявить по максимуму. Так и вышло. Сборная КФУ на пути к финалу прошлась победной поступью. В первом матче обыграли студентов из Ганы со счетом 2-1. Дальше уверенно разгромили студентов из Питера 7-0. И в поединке за выход в финал не дали ни единого шанса объединенной команде Камеруна и Мали. 3-0. В итоге 12 забитых мячей и всего один пропущенный. А в решающей битве за трофей нашим спортсменам противостоял принципиальный соперник по НСФЛ, команда Кубанского государственного университета. Первый тайм прошел без голов, хотя соперники то и дело обменивались опасными подходами к штрафной. Однако голкиперы и оборона были на высоте. Изменил игру гол на 55-й минуте. Атаку кубанцев идеальным по точности ударом завершил Исах Бухарин. Найти результативный ответ на это крымчане не смогли. Куб ГУ выдержали давление и завершили матч с минимальным счетом 1-0 в свою пользу. Таким образом именно краснодарский коллектив завоевал золотые медали. У КПУ серебро, а тройку призеров замкнула команда Санкт-Петербургского политехнического университета. Для гостей турнира результаты оказались не такими удовлетворительными. Представители Африки заняли 4-е, 5-е, 6-е и 8-е места соответственно.